Ретро-лето. Библиотека имени Гладиной в Апатитах приглашает меломанов и любителей аналогового звука объединяться. Каждый день на ступенях книгохранилища звучит музыка с грампластинок. Классика, рок, джаз или музыка из кинофильмов. О возвращающейся моде на винил Антон Рассказов. Так, что у нас тут? Битлз, Ледзепплин, Диперпл. О, Диперпл, несущий бульон. Так, Андрюха, поставь четвертую композицию. Одну из самых известных песен этой группы. Одним из первых в акции принял участие апатитский меломан Андрей Павлов. В коллекции Андрея около тысячи пластинок. Он собирает их уже несколько лет. Какие-то отдают знакомые, другие покупают на сайтах объявлений. Среди его друзей, увлекающихся винилом, наберется 2-3 человека. Меломан уверен, некоторые альбомы и направления правильные слушать именно на виниле. Это скорее, как я считаю, для аудентичности самих записей. Допустим, таких исполнителей, как Битлз, Пинк Флойд, Ледзепплинг, Диперпл тех же самых. В общем, правильнее слушать на виниле. Потому что в 60-е, 70-е годы это расцвет винила. И тот звук, который они записывали на пластинке, был оригинальный и воспринимается как истинный. В библиотеке имени Гладина ежедневно включают проигрывать или слушают грамм-пластинка. Сегодня рок или джаз, завтра вальс, а послезавтра музыку кинофильмам или классику. В хранилище около 4 тысяч грамм-пластинок. А вообще у библиотекарей есть идея создать виниловый клуб. У нас есть техника, где можно слушать. Я думаю, что наш фонд будет пополняться. Читатели продолжают нам делать подарки, приносить свои старые пластинки из дома. Было бы очень здорово, если бы те люди, которые любят музыку, организовали бы какой-нибудь клуб на площадке нашей библиотеки. Мы готовы помочь. Следует отметить, что в последние годы спрос на виниловые пластинки значительно растет. К примеру, фирма Sony впервые 1989 года планирует возобновить их производство. Ведь прослушивание грамм-пластинки – это настоящий ритуал, которого меломанам очень часто не хватает в цифровом мире.